Всем привет, с вами Дэн. Не так давно я вам делал такой апдейт ролика про топ механических часов, которые стоят до 100 долларов. Многие написали, давай что-нибудь там, 250 сделаем планку и выпускаю опять же обновление 2021 год по состоянию на лето. Топ 5 часов, которые можно купить в ценовой категории 250 долларов и меньше. Ну что же, давайте собственно начнем с первой позиции. И да, сразу говорю, эти часы только с обзоров, с моей коллекции или с близкого знакомства. То же самое примерно, что и в категории 100 долларов. И будет опять же китайцы, японцы, там их засилье. Только будет несколько лучше качество отделки, особенно это касается китайских часов. Швейцарии нет, Германии нет, по-настоящему хорошей Японии тоже в принципе нет. Потому что, если мы возьмем, опять же это вопрос механики. Да, кварц там много хорошего японского. Но вот в плане механики, например, все интересные сейки, они уже стали дороже. Но, тем не менее, выбрать безусловно есть из чего. И первые часы в сегодняшнем топе, они расположены просто вот не как. То есть я имею ввиду, что это не 1, 2, 3, 4, 5. Это просто 5 часов, которые я в принципе рекомендую, которые у меня были на обзоре, которые я пробую сам. Ну что ж, первое, я не знаю, догадались вы или нет. Это один из недавних роликов. Это Proxima Unidive часы, которые я заказал себе, которые позволяют делать кастомизацию. И вот эта модель, в зависимости от некоторых составляющих, она стоит примерно 230-250 долларов на механизме сейки NH35. Такая базовая рабочая лошадка. Сапфир здесь, керамика, можно и сапфировый безель заказать, сталь. Отличный браслет и шикарный люм. Ну и самое главное, это то, что здесь есть свой дизайн. Многим это не нравится, потому что хочется что-нибудь в стиле Submariner. Но многие как раз любят микробренды именно за то, что они предлагают что-то отличное от такого вот мейнстрима. И они хотя бы пытаются делать какой-то свой дизайн. Поэтому я такие бренды всегда ценю. Да, у большинства из них дизайн не очень. Ну потому что хороший дизайнер это очень, очень дорого и геморройно. Как я уже много раз говорил, берем Omega Seamaster, берем Rolex Submariner, делаем хамаш и стрижем бабло. А сделать что-то свое, это лишние затраты. Это кому-то может не понравиться. Поэтому, короче говоря, такие бренды нужно ценить, халить и лелеять. И при прочих равных лучше отдать им свой кэш, чем тем, кто делает опять очередную Submariner. Но это мое личное мнение, вы можете с ним соглашаться, можете нет. Вот. Значит, на мой взгляд, это супер предложение. Я ссылки на эти все часы оставлю в описании к ролику. Если интересно, переходите, смотрите. Вот в данном случае на Алиэкспресс можно купить эти часы Unidive. И у них много других вариантов. Можете посмотреть, выбрать есть из чего. Следующая позиция, любимая многими. Просто все постоянно пишут, что San Martin мы любим, мы обожаем. И San Martin это, если вы не знаете, такой бренд, ну, типа Парнис. Когда есть огромное количество комплектующих. И некоторые производят часы под названием San Martin. Некоторые под другими названиями. Ну, короче говоря, VR Watches это вот такая компания, которая в основном производит как раз часы San Martin. Я именно на них вам отдам ссылку, потому что я именно у них заказывал несколько часов уже. Ну, и как бы качество меня удовлетворило. И San Martin действительно одни из лучших часов за эти деньги. Если не лучшие на рынке. Потому что они, ко всему прочему, еще дают и, например, бронзовый корпус. И это всего лишь, опять же, стоит 200, сколько там, 50 долларов примерно. Бронза, Seiko NH35 механизм опять. И вот это конкретно эта модель, которая была на обзоре. Это бронзовая черепаха, версия 6105, если смотреть на сайте VR Watches. 200 метров водозащита. Ну, бронза это уже крутяк. Но, понятное дело, здесь у нас хамаш по корпусу идет от Seiko. И что-то там своего придумали по циферблату. Но часы классные, часы сделаны превосходно. Характеристики, все, крутяк. Вот VR Watches, можете зайти на сайт. У них много этих суббрендов. И, соответственно, San Martin. И они делают часы под своим брендом. Короче, вся эта вот мишанина, она характерна вообще для китайских микробрендов. Когда все делают все. Но здесь важно выбрать, у кого купить. Потому что кто-то делает получше, кто-то похуже. Вы, наверное, знаете, что у тех же San Martin есть версии, где красивая задняя крышка. Есть, где похуже. И, в принципе, это будут одни и те же часы. Короче, вот тут важный момент. Всегда выбирайте. В эту ценовую категорию к нам затесался и Foybus. У нас модель Voyager 300 метров. Автоматический дайвер, как он называется у них на сайте. Классная модель. Была у меня на обзоре. И я тогда сказал, что это новый хит. И действительно, модель удачная. У нее и свой дизайн. У нее, как всегда, превосходное качество от Foybus. Которое выше, чем у предыдущих двух брендах, которые в этом ролике. Просто Foybus традиционно в несколько более дорогом ценовом сегменте. Но некоторые модели у них укладываются в эту категорию. И, например, в том числе с моей скидкой 10% вы в 250 баксов по этим часам уложите. Здесь выпуклое сапфировое стекло с двух сторон. Три слоя антиблика. Сколько там? 10 или 12 слоев суперлюминовые. Супер качество корпуса браслета. Ну, за свои деньги, естественно. А вот защита 300 метров. В общем, Foybus решает. Foybus это круто. Один из моих любимых китайских, гонконгских микробрендов. И, кстати говоря, теперь часы Foybus можно купить в Украине. В интернет-магазине FieldTime. И практически все модели на всех цветовых расцветках у ребят доступны и имеются в наличии. Не нужно ждать, растамаживая часы. Гарантия на них 2 года. Цены практически такие же, как на официальном сайте. Плюс по купону Getat до конца июня будет действовать дополнительная скидка 5%. Ссылку на магазин оставлю в описании к этому ролику. Рекомендую. Я, ребят, уже многие годы на самом деле знаю. Идем дальше. И я же сказал, что японцы будут. Да, будут. Это Orient. Потому что Orient это один из последних японцев, который предлагает механику за доступные деньги. И здесь можно, конечно же, посоветовать Orient Mac или Ray. А там третья версия. Есть еще Orient XL, который у меня был на обзоре. Его многие называли и третьим. И его многие называют XL. Короче говоря, некоторые путаницы в этом есть. Потому что на американском рынке там чуть-чуть другие у них названия. Эта модель, в принципе, была сделана для американского рынка. Здесь уже мануфактурный калибр F69, если мы берем версию XL. Это профессиональные дайверские часы. Водозащита 200 метров. Правда, минеральное стекло. Правда, алюминиевый безель. Это вам не китайцы, которые вам... Ну, а сразу, пожалуйста, и сапфир, и керамику за эти деньги дадут. Но здесь бренд Orient. Качество сборки Orient. И Япония для многих это важно. На ebay такие часы можно найти примерно до... Ну, в 250 точно уложитесь. А вообще они есть и за 230 долларов. Спросите, ну а что? Есть Seiko-то? Ну, Seiko SKX уже нет, которые раньше в эту ценовую категорию попадали. Seiko 5 дороже в итоге. Там 300 баксов даже с плюсом. Так что, что еще взять? Много чего есть из топовых китайских мануфактур. Типа Seagal, или Bidgin, или Шанхай посмотреть можно. Ну, я, честно говоря, как-то вот в этой ценовой категории очень мало их пробовал. Именно вот, чтобы 250 долларов там плюс-минус. И так что, наверное, ну, вот этих китайцев я в этом ролике рекомендовать не буду. Я вам скажу, наверное, что... Ну, конечно, мы не обойдемся здесь без Востока. Потому что я люблю Восток. Восток, значит, амфибия Reef. На механизме Восток 24-26-01. Мануфактурные часы, мануфактурный механизм, естественно. Корпус, браслет, циферблат. Все из Поднебесной. В этих новых линейках, естественно. Ну, соответственно, зато и качество гораздо выше, чем у классической амфибии. Здесь у нас есть еще и 24-часовая дополнительная стрелка, стальной корпус, безель тот же стальной с вкладкой из алюминия, водозащита 200 метров, то есть можно давить в этих часах, минеральное стекло здесь будет и цельный браслет, цельнометаллический. Примерно 185 долларов они стоят, и я думаю, что они получаются дешевле, чем китайцы из сегодняшнего ролика, но по характеристикам они будут чуть похуже. Но при этом у них, естественно, свой дизайн, свой стиль и амфибию, которую тоже многие предпочитают тем же китайцам, просто потому что это более известный бренд, это российский бренд, для многих это тоже важно. Поэтому, в принципе, смотрите, в этой ценовой категории много чего можно выбрать, я набрал вам, конечно, много дайверов, потому что я их люблю, но это более сложные часы, потому что там водозащита должна быть, и безель, и они удорожают часы. Можно взять что-нибудь от тех же самых брендов, более классическое, и это будет, конечно же, дешевле. Вот, но сейчас лето, собственно, почему бы и не дайверы, и тут же амфибию, вот, опять же, ссылку оставлю с моим скидосом на командирский.com, можно взять, выбрать, и, ну, вы видите, да, там 13 тысяч рублей они стоят. Вот, поэтому выбрать, на самом деле, есть из чего, и что хотел бы сказать в заключении, в отличие от подборки до 100 долларов, здесь вот, да, вот где 250 долларов, вы получите гораздо более высокое качество отделки по китайцам, более высокий контроль качества тоже по китайцам, по российским часам тоже, естественно, конфибия классика, вот, востоков, современных, она отличается просто на порядок, лучше по отделке, но здесь учитывайте, что корпуса здесь уже не российские. Ну что, наверное, на этом все, пишите, какие еще топы, какие подборки, собственно, сделать, снять для вас, напишите, что бы вы добавили в эти 250 долларов, может быть, какие-то часы, которые еще не были на обзоре, и тогда я их, например, где-нибудь раздобуду, там, куплю, например, покажу им, и, возможно, они тоже войдут в мой топ-5, потому что я должен все-таки часы поюзать, а уже потом вам их советовать. Все, всем пока, с вами был Дэн, увидимся.